здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры сегодня я хочу вам показать интересный вариант в гамбите кукуева cd4 fg5 dc5 ставим тычок бой 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 черное время нажертвовать шашку gf4 и нападают сразу же на 2 cb6 правильно в этой позиции отдавать cd6 шашку и здесь у белых есть несколько вариантов наиболее распространенные варианты hg3 и fe3 после fe3 черные помимо cb4 могут сыграть b5 и вот в этой позиции белые могут кроме hg3 и f4 сыграть b3 возникает так называемый вариант цветово это не прозвище это такая фамилия была у ветерана шашечного движения винеградского мастера петра андреевича цветового вот он разработал такой вариант после b3 черный играет а b6 белые dc3 b7 черные поставили угрозу выиграть шашку cb4 или cd4 поэтому черт белые должны закрыться cd4 и в этой позиции у черных есть три варианта hg5 но этот вариант не очень хороший fe7 и dc7 мы рассмотрим все три варианта после hg5 белые могут получить преимущество например а b2 g6 bc3 fg7 gf2 и в этой позиции уже окончательно проигрывает напрашивающийся ход gh4 правильно было разменяться gf6 с шансами на ничью а вот gh4 уже проигрывает можете поставить видео на паузу и самостоятельно найти выигрыш белых белые временно жертвуют шашку после размена fg3 и бьют именно назад черные бьют на e3 и белые ставят рожон е6 то есть они грозят пройти в дамки поэтому черным надо возвращать шашку bc5 количество шашек старов стало поровну но шашка е3 черных видите под ударом рано или поздно белые ее съедят далее возможен такой вариант ab6 ef2 de7 бой и е6 ну и в этой позиции тоже можете поставить видео на паузу попытаться найти выигрыш за белых тут на самом деле много выигрышей но самые напрашивающиеся ходы ведут даже к поражению так что будьте внимательны попытайтесь сами найти выигрыш оказывается что в этой позиции ход cd2 не дает выигрыша потому что черный меняется de5 и грозят пройти в дамки после хода е4 здесь еще спасал ход bc5 а вот напрашивающийся ход de3 уже окончательно проигрывает черные меняются и выясняется что у белых видите связка и все сходится в пользу черных например gf2 hg7 fg3 fe3 gh4 ef2 hg5 черные ставят дамку на е1 и белым можно смело сдаваться такой неожиданный финал друзья в шашках не расслабляйтесь ни на минуту расслабляться можно только тогда когда вы уже выиграли партию или партия завершилась ничью мы в этой позиции все-таки наиболее точный ход это hg3 теперь на ход gf6 мы просто играем cd2 и грозим сыграть bc5 черные поэтому разменяются назад и мы постепенно выиграем за счет лишней шашки если же в этой позиции черные меняются de5 с розой cd4 мы играем gh4 то есть видите e d4 тут бесполезно играть потому что мы вернем шашку ну и беспрепятственно проходим в дамке здесь получается выигранной позиции за белых а если черные допустим играют hg7 тогда мы уже меняемся cd4 здесь белые постепенно выигрывают за счет лишней шашки тут никаких проблем нет так разобрали ход hg5 теперь давайте разберем от fe7 тоже интересный ход есть уже примерно равная игра белые играют cd2 и на размен можно в принципе черными назад махнуться уже вперед белые играют именно gf2 здесь в принципе можно сыграть fg5 за черных с равной игрой можно сыграть еd6 это еще нормальный ход и на ход hg3 ну естественно пока проводить удар за черных нельзя так как белые выиграют за счет лишней шашки видите здесь черные могут ошибиться правильно играть здесь de5 ну и после gf4 или gf4 белые выигрывают шашку но черные ставят рожон и позиция возникает примерно равная проще всего белым вернуть лишнюю шашку таким образом ну и партия быстро закончится ничьей если же черные захотят здесь выиграть как-то белых сыграть а b4 это уже не точный ход белые играют gf4 и черным надо меняться вперед dc5 ой b5 и бой на c5 теперь белые играют a b2 ну и в книге александр савинка игра на вылет классная книга всем рекомендую тоже ленинградский мастер был затем проживал уже городе санкт-петербург после переименования указан вариант d e7 здесь белые могут провести очень красивую комбинацию можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых белые сперва играют fg3 не давая fg5 из-за gh4 и bc3 ну тут видите черным некуда ходить поэтому после fg3 черным приходится играть fg5 теперь белые играют bc3 и у черных единственный ход ef6 теперь играем красиво ef2 неожиданный ход и на последний оставшийся ход черных fg5 вроде бы кажется белым остается только сдаться на самом деле белые здесь проводят комбинацию то есть отдаем две шашки cd4 затем еще две шашки gh4 и затем красиво снимаем дамку и две шашки черных и затем еще две шашки с выигрышем такой интересный комбинационный механизм ну а все таки в этой позиции неожиданно вместо хода d e7 отмечу красным так играть плохо спасал fg5 здесь у белых большое преимущество но выигрыша нет вот давайте рассмотрим интересный вариант bc3 d e7 cd4 gh4 gh4 бой 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 белые продолжают давление за счет центра меняются dc3 и бьют именно вперед но здесь все таки черные достигают ничей e d6 e d6 e d4 cb6 но в этой позиции белым приходится играть f e3 видите d e5 не выигрывает потому что есть присоска за черных hg5 с равной игрой куда бы белые не побили поэтому белые продолжают давление играть f e3 ну и тут без разницы можно b a5 можно d c5 белые все равно сыграть d e5 ну и на ход b a5 играют cd4 очень важная позиция которую полезно знать я как-то разбирал ее но там указал ошибочный вариант исправляюсь в этой позиции напрашивающийся ход cb4 проигрывает белые меняются ну и здесь выигрыш у белых смотрите если черные играют hg5 и пытаются прорваться в дамке здесь смотрите жертвуем шашку обратно и нападаем с поля b8 надо отходить единственный ход белые играют на f4 черные пытаются пройти в дамки белые также ведут вторую дамку видите и у черных снова единственный ход cb2 теперь белые еще подгоняют черных в дамки знакомый прием черные ставят дамку и белые зажимают дамку на большой дороге возникает так называемый столбняк и на ход на b4 размениваем дамку и выигрываем вот такой симпатичный выигрыш так первый вариант если черные не жертвуют шашку допустим игра от a b4 тогда уже ставим дамку на d8 ну и тут два варианта если белые играют b3 тогда ставим дамку на большую дорогу надо жертвовать hg5 и играть hg3 ну тут простой выигрыш hg7 и на ход gh2 ставим дамку по большой дороге черные ставят дамку но она тут же ловится и белые побеждают тут ничего сложного так если же в этой позиции черные допустим жертвуют шашку так не тут hg5 вот таким образом hg3 удалю hg5 и пытаются прорваться дамкой h4 тут за белых выигрывает симпатичный удар также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых так прошу прощения отдаем шашку затем щедро жертвуем дамку и выигрываем таким образом вот это естественно только в русские шашки проходит такой удар бразильский это будет ничья так ну а правильно все таки в этой позиции вместо хода cb4 отмечу красным играть именно ab4 этот ход дает ничью затем играем bc3 и на ход ed6 здесь в принципе спасает и hg5 но мне ничья после хода cb2 кажется более простой белые допустим играют bc7 поставили ловушку сейчас напрашивающийся ход b постановка дамки на поле a1 проигрывает удар белые проводят то есть отдают две шашки затем ловят дамку черных и обрезают шашки черных по двойнику с выигрышем поэтому в этой позиции после хода bc7 правильно поставить дамку на поле c1 и когда уже белые ставят дамку на поле b8 играем cb2 рано или поздно белые играют d7 тогда здесь важно пожертвовать шашку затем дамку и черные успевают прорваться в дамки это единственная ничья если же в этой позиции белые бы пошли на поле c7 тогда ничья такая отдаем шашку и затем играем hg3 тут белые победить не могут это ничейная позиция то есть затем поставят вторую дамку разменяют ее и захватив большую дорогу черные достигают ничей так разобрали важные позиции ну и наконец последний вариант ход dc7 такой ход применил против меня ростовский мастер Егор Глушко-Поручевский давайте рассмотрим партию с Егором я сыграл ab2 Егор играет fe7 я играю bc3 и мой соперник разменивается назад я играю hg3 Егор hg7 gf4 cd6 ну и здесь после хода gf2 черные поставили угрозу то есть играют gf6 и грозят отдать одну шашку затем вторую шашку и затем побить три шашки с выигрышем поэтому мне надо как-то закрываться либо cd2 либо ed2 в партии я сыграл не точно сыграл cd2 а более правильный здесь вариант ed2 то есть на ход fg7 мы играем уже смело cb2 и рано или поздно размениваемся d5 с более хорошей позицией а если черные меняются cb4 здесь тоже за белых надо аккуратно играть fg3 fe5 уже проигрывает а белых спасает только вот такой ход d5 размен ну и после всех разменов черные также меняются здесь еще у белых есть ловушечка небольшая fg5 ну лучше всего было тут наверное dc5 сыграть черным а если они играют d5 вот как раз ловушечка возможно играем dc3 и напрашивающийся ход ab6 уже проигрывает идем в дамки и видите черным нельзя ни cd4 ни cb4 сыграть потому что допустим cd4 потому что белые ставят дамку и легко выигрывают это проигрыш а правильно в этой позиции было пожертвовать шашку ab4 только в эту сторону в другую сторону проигрыш и идти в дамки ну и тут тоже возможен интересный красивый ничейный механизм который важно знать допустим gf6 dc3 fg7 cb2 белая игра tfe3 то есть у них задача провести две шашки в дамки и затем получить выигрышное окончание ну черные красиво здесь могут форсировать ничью также можете поставить видео на паузу и попытаться найти уже ничью за черных черные красиво жертвуют шашку и нападают с поля c1 приходится отходить затем черные нападают с поля b2 и видите как бы белые не поставили дамку черные забирают две шашки и достигают ничьей вот такая прикольная ничья в партии же я растерялся сыграл cd2 играли все-таки по минутке можете видеть что у моего соперника тут было 17 секунд у меня 20 черные разменялись здесь я сыграл fg3 мой соперник b3 и в этой позиции у белых единственная ничья то есть в принципе вот этот вариант с ходом dc7 я рекомендую все-таки играть за черных очень хорошая ловушка спасая здесь белых только fe5 ну и на ход fg7 здесь надо жертвовать шашку cb4 все остальное проигрывает черные видите сами грозили сыграть bc5 и прорваться на преддамочное поле с выигрышем а вот после cb4 уже черным надо быть на стороже проигрывает бой на c3 так как мы побьем вперед и затем пройдем в любки и неминуемо попадаем в дамки с выигрышем а здесь у черных все-таки есть ничья надо бить назад и после того как белые заходят в любки черные красиво форсируют ничью играют g6 и ab4 ну и на любой ход следующие черные разменивают дамку b3 бой бой постепенно черные достигают ничьей в партии же я не нашел ход fe5 сыграл g4 оказывается это уже проигрывает черные меняются и в партии егор ошибся он побил назад а здесь выигрывал бой вперед тоже очень поучительная позиция которую полезно запомнить у белых единственный ход ef2 иначе видите допустим на fg5 черные грозили отдать шашку пройти в дамки с выигрышем то есть единственный ход ef2 а тут черные очень красиво выигрывают тоже полезно запомнить вот этот прием черные играют d6 d6 ну и на единственный ход cd4 они временно жертвуют шашку ab4 и красиво нападают очень красивый выигрыш как бы белые не закрывались либо fg3 либо fg5 все сводится к одним и тем же вариантам то есть черные проводят удар по затылку bc3 далее все форсировано fg3 ab6 допустим белые меняются назад занимаем центр снова d5 и на fg3 bc5 ну и тут белые не успевают прорваться в дамки допустим ef4 ed4 gf6 dc3 fe5 cb2 ну и на gf4 или gh4 тут без разницы ставим дамку на a1 или c1 ну и тут везде выигрыш так вот такой был красивый выигрыш у черных в этой позиции так что запомните выигрывает только бой вперед а вот бой назад уже не выигрывает у меня все таки была ничья но я ошибся еще раз ed4 cd6 d3 ab6 как-то пытаюсь перевести шашки на свой ослабленный левый фланг но после ed2 черные сыграли fg7 вот здесь точно ставьте позицию на паузу и попытайтесь найти очень красивую и неожиданную ничью за белых тоже очень важная позиция ее полезно знать в партии я ошибся сыграл hg5 пожертвовал шашку ну естественно fg5 проигрывает черные просто нападают белые вынуждены закрыться ну и здесь черные видите нападают снова надо закрываться размениваются назад ну и на ход ed4 играют cb6 и белым просто некуда прилично пойти эти варианты я рассчитал вот здесь я увидел что могу пожертвовать шашку и сыграть d5 напали сразу же на две шашки черные отходят я еще тешу себя надеждой что могу достичь ничьей игра ed6 ну естественно cb4 также не дает ничьей потому что здесь черная игра от ef6 ну и за счет двух лишних шашек этот эндшпиль они легко выигрывают то есть я еще захожу в любки черные меняются я снова захожу в любки а тут оказывается довольно таки простенький выиграть за черных они играют fe5 надо снова заходить в любки лучшего нет черные играют g6 скромно и затем hg5 и все тут уже можно сдаться то есть на ход fe5 черные проводят удар gf4 и выигрывают а если белые жертвуют шашку cb4 игра d3 то черные просто меняются назад и празднуют победу именно так и закончилась наша партия а где же все таки была ничья а ничья друзья была такая cb4 жертва затем fe5 вообще невообразимый ход черные прорываются в дамки белые жертвуют сразу же три шашки и делают тихий ход и оказывается что черные никак не могут победить следующим ходом белые допустим куда я не знаю допустим побили на а3 и затем занимают большую дорогу то есть на любой ход допустим сюда так прошу прощения сюда же нельзя ходить белые проигрывают так аккуратней будете бьем допустим допустим на d6 вот таким образом если черные играют cb2 тогда уже можно допустим напали отошли ну и снова ушли не даем провести шашки a3 a5 и f6 дамки а если черные допустим играют по большой дороге ну снова нападают допустим ушли снова по большой дороге ну просто бегаем по верхнему тройнику черные здесь выиграть не могут если же черные пытаются еще таким образом выиграть ушли допустим на c5 напали так ну тут тут вообще ничья везде ладно друзья если понравились сегодняшние варианты ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках